доброе утро дорогие друзья сегодня у нас 5 августа 2015 года среда уже наступила середина недели все уже вошли в трудовой ритм и готовы к подвигам начнем сегодня торговый план с вами игорь суздальцев на видеопортале trade tv как обычно с новостей давайте подведем прежде всего вчерашние итоги они были очень хорошими поэтому с хороших новостей всегда приятно начинать индекс ммвб вчера вырос на 0 6 процента 16 74 в моменте индекс ртс вырос на 0 3 процента 837 рубль укрепился и доллару к евро в доллару на 46 копеек евро на 84 и мы начинать сегодня будем день на споте с отметки 63 05 по доллару жаль что не получилось опустить ниже 63 но в принципе само по себе снижение на 46 копеек очень хорошо ну а по евро мы полу у нас получилось закрыться ниже 69 68 73 надеюсь что сегодня сразу могу сказать надеюсь что сегодня будет такой же хороший день но как минимум боковик вокруг открытия какого-то снижения сегодня не ожидаю по очень простой причине потому что как мы говорили с вами вчера после резкого падения в понедельник цена на нефть больше двух долларов провалилась вниз вчера цена на нефть отбилась сегодня есть надежда что она тоже немножечко приподнимется сейчас моменте бренд стоит 50 61 вот что очень хорошо при падении там больше двух долларов условно можно сказать на половину на рубль она отбилась на доллар она отбилась назад вот и более того хочу сказать что объем вчерашнего возвращения тоже был достаточно существенным он был меньше чем объем продаж в понедельник но выше чем средний объем покупок за последнее время ну или во всяком случае я просто по уровнем по показателю объемов во всяком случае на уровне до на уровне это точно и то есть получается достаточно на уверенно достаточно уверенном объеме произошел рост чара нефти будем надеяться сегодня он также продолжится ну и текущая отметка 50 долларов 60 центов за баррель нефти марки бренд там тоже внушает оптимизм какие у нас новости о россии ну вот эксперты блумберг взялись предсказывать дальнейшие шаги по поддержке рубля несколько материалов сегодня блумберг как-то взялся сегодня за россию это вызывает тревогу вот значит что они говорят они говорят что банк россии придется все равно возобновлять годовые аукционы репо в иностранной валюте то есть проще говорят давать валюту надолго компаниям банкам поскольку острая нехватка и ну и понятно растет цена на рынке понятно что курс 1 к 63 это уже не простое рыночное колебание как некоторые люди пытались нам подать этот некоторые аналитики и более того это не есть так сказать намек на укрепление рубля никакое как обещали нам люди измен эконом развития более того блумберг еще на несколько очень важных вещей обращает внимание например обращает внимание что в одном из материалов что сейчас большую часть кредитов банковских составляет кредит акционеров банков самим себе это очень тревожно потому что в восьмом девятом годах было тоже самое люди по сути выводят деньги клиентов забирают себе под небольшой кредит и выводят за границу если банк рухнет деньги ни одни ни разу еще не вернут поэтому тут явно месте банк россии вот этим сейчас занялся посмотрел чтобы не было таких кредитов самим себе чтобы деньги не выводились чтобы не было риска падения банковской системы потому что в 2008 году банковскую систему спасли только одним простым действием беззалоговыми акционами проще говоря давали денег много пусть они были не дешевыми но много за счет этого спасли все банки они были на грани падения сам работал в то время поэтому могу подтвердить что сидели до часу ночи писали как только где-то часов 5 вечера опубликовали договор о беззалоговом кредитовании и все банки сидели до часу ночи писали этот договор чтобы 8 утра отправить в банк и в 9 утра получить деньги вот так это и случилось в общем то только только благодаря этому тогда в октябре 2008 года банки и спаслись сейчас беззалоговых аукционов нет годовые аукционы рипов иностранного люди совсем другое как будут спасать банки непонятно следующая новость коллеги эта новость я обращаю ваше внимание эта новость для тех кто хочет лангить по российскому рынку особенно банковскую сферу или крупные предприятия она может сейчас выплатить в любую секунду если они выводят деньги я как бы не проверял слова блуберга естественно но если по их аналитике акционеры банков выводят деньги за рубеж через кредиты сами самим себе связанными с акционерами компаниями это восьмой год один в один мы можем рухнуть любую секунду следующее коммерсант пишет интересную статью о том что британский суд приговорил бывшего трейдера к тюремному заключению за что его признали виновными виновным к манипуляциям ставкой либор и приговорил к решению свободы на 14 лет бывшего трейдера банков юбис и сити бру тома хейеса господин хейес был одним из организаторов махинации несколько лет уже либор расследуется и банки были острофованы уже на 9 миллиардов долларов что такое либор это краткосрочное кредитование ставка краткосрочного кредитования в зоне евро значит и там ситуация простая там достаточно много банков членов этой так сказать системы и они перекредитуют себе эту ставку публикуют вот какой средний объем или средняя ставка кредитования банков друг другу они публикуют объем ежедневно в чем суть махинации если либор вот либор торгуется если трейдеры покупает либор то по согласованию ведь там очень просто отметка 50 процентов если трейдеры покупили больше 50 процентов то ли сам либор естественно неожиданно сдвигается вниз на пол процента и все люди которые совершили сделки теряют деньги это только так и работает это глобальное а существует мировое общее мировое мошенничество с кредитной ставкой причем со всеми ставками это мошенничество есть крупные банки только так и зарабатывают они рассказывают нам что они зарабатывают талантом своих трейдеров там такие крутые руководители на самом деле нет у них просто все цифры и они видят они видят нашу сторону эта система работает много лет ну лет 11 точно первый скандал я был в лондоне лет 11 назад и был первый скандал и я прям присутствовал когда это с на конференции на трейдерской это рассказывали и вот ужас вы представляете как они работают боже мой и все это знали и тогда и сейчас и кого нашли крайне рядового трейдера система организована крупнейшими банками мира рядового трейдера признали организатором то есть он объединил там штук 50 ведущих банков заставил их убедил их войти в сговор использовать планку 50 процентов а что вообще происходит нормальные все люди или нет отпустите парня эта система финансовая так работает он вообще не при делах вообще почему именно его выбрали либур это мошенничество на мошенничество вся финансовая система мировая мошенничество вору вора дубинку украл главный вопрос экономики сегодня кого сегодня грабим против кого сегодня дружим нашли парня молодого причем там 14 лет впаяли я поражаюсь вот не хочет мир признавать что он так устроен ну что ж так вот если люди верят в либур и торгу действительно его покупают и их грабят уже на моей памяти 11 лет ну значит так и должно быть я возмущен трейдер вообще не при дела это знаете негатив создается что вот трейдеры какие вот и обманывают на либуре на ставки кидают это вообще не надо нам трейдер ни при чем это надо ясно понимать виноваты собственники этих банков я их могу назвать это все половина американских банков крупных которые вы знаете по сити это чейс банков америка волсфарга и так далее то есть ну десяток можно американских десяток европейских парень ни при чем но юбейсы сити понятно там ролях где он работал но сам то он исполнитель далее новость супер новость россия планирует ограничить ввоз иностранных презервативов и пишет значит наш руководитель бывший глава роспотребнадзора а ныне помощник главы правительства дмитрия медведева геннадий нищенко пишет что ограничение на ввоз презервативов дисциплинирует россиян волк хорошо хорошо а то есть разбаловались с презервативами а так будет дисциплина это сильно повлияет на рынок на финансовый рынок потому что а как расслабляться людям я не понимаю трейдеру можно расслабиться спорт пивасик девушки вот вот один из важных элементов по сути господина нищенко порубил нельзя так нельзя вот нет демография может поднимется конечно но чем детей кормить не совсем понятно вот такие новости коллеги у нас сегодня давайте спросим у монеты а что у нас будет сегодня с нефтью сегодня нефть обязательно бай цел бросаем под спрашиваем цел сегодня пишет сожалению по нефти монета но надеемся что ошибается кстати вчера то монета ошиблась там вчера же тоже был цел да цел по монете и она ошиблась все так что я надеюсь что и сегодня у нас будет рост нефти такого стремительного не ожидая но коррекция она всегда длиннее в несколько раз чем импульс это совершенно очевидно вот сколько это будет коррекция 2-3 дня 2-3 дня 7 дней это уже ну у каждого своя оценка и мне кстати было бы интересно услышать эту оценку от тех спикеров которые у нас сегодня есть в сети ну давайте перейдем к нашим экспертом Юрий Чеботарев а дадите нам знать как на ваш взгляд сколько дней может продлиться коррекция на рынке нефти исходя из вашего опыта Юрий Чеботарев трейдер и управляющий активами из москвы Доброе утро Доброе утро Сколько дней вы предполагаете может длиться коррекция импульс был острый один день в понедельник а коррекция может сколько быть ну я думаю несколько дней потому что как правило коррекции длятся в 2-3 раза дольше чем тем самым импульс вот но опять же понимаете ситуация какая на мировом рынке появилось очень много свободных денег и дешевых денег этими деньгами вся мировая система перекредитована основным драйвом цен на все серебряные товары вот и да может какие-то будут моменты когда будет цена на нефть расти но основной тренд вниз и там где-то ну 30 долларов за баррель мы точно увидим я не знаю когда это будет но основной тренд туда вот я понял вас ясненько юрий поэтому да поэтому и конечно проблемы у нас будут большие вы правильно сказали по поводу вот банковской системы что и я думаю что это не единственная проблема просто сейчас все кто владеет банками основные владеют они просто забирают эти деньги и любыми путями хоть в чемоданах будут вывозить за рубеж вот и мы скоро увидим в общем-то такой неприятный коллапс для наших руководителей да вот юрий вы думаете что сообщение блундерек о том что акционеры банков пытаются сейчас получить кредиты сами себе и вывезти за границу это действительно соответствует да я думаю что они уже получили эти кредиты вот пока мы с вами не знаем да спасибо большое Юрий спасибо коллеги с нами был Юрий Чебатарев трейдер и управляющий активами из Москвы и он говорит что пока мы проснулись пока мы сообразили что акционеры банков будут получать кредиты сами себе это все уже давно сделано вот такая версия у Юрия Чебатарева но он тоже согласен что в два-три раза дольше длится любая коррекция чем импульс ну вот значит два-три дня как минимум как минимум то есть получается что вчера сегодня завтра да вот так только в пятницу можно предполагать что нефть будет снижаться дальше по мысли Юрия Чебатарева я вижу людей которых давно достаточно не видел сети Дмитрия Семенова и Игоря Кирдешова друзья очень хочу вас услышать Дмитрий Семенов заходите в эфир нам интересно ваше мнение что сегодня делаем Дмитрий Семенов да доброе утро Игорь привет что слышно меня да видно слышно хорошо Игорь слышно сейчас то я звук выключу просто да 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 хорошо слышно и видно замечательно замечательно ну действительно давно у меня не было есть обстоятельства препятствующие мне часто выходить в эфир скажем так но сегодня я в эфире и завтра с утра тоже буду в эфире а в пятницу в эфире не будет вот давайте поглядим графики если я хочу показать давайте значит два графика хочу показать буквально только что на одном увидел там что-то интересное ну на мой взгляд давайте начнем с доллар иена так все видим если грубо прикидывать у нас есть вот это сопротивление я рисую примерно точно сами нарисуйте я просто показываю общую идею вот в общем если мы лучше закрепляемся вот этого сопротивления ну естественно с ценами закрытия допустим на четверке или даже на часе можно смотреть у нас открывается потенциал к росту куда-то вот сюда ну куда-то вот сюда вот в этот район рисую вот можно предположить что вот это флаг фигура флаг технического анализа они бывают кривые но тем не менее они работают это просто для определения цели и берем вот это расстояние ну как-то так под клубной точки пробоя ну примерно этот район который я нарисовал район 125 50 куда-то туда может быть но опять же повторяю это будет лишь тогда когда мы закрепимся выше вот этого сопротивления пока мы ниже покупать естественно смысла никакого нет с точки зрения теханализа вот следующий график Игорь который я хочу показать график редкий ну в смысле редкий для меня потому что я уже много наверное ну больше года точно его не смотрю может быть даже еще и больше чем года это доллар-франк почему я его перестал смотреть потому что помните в феврале была ситуация по-моему в феврале когда бар в Швейцарии там со ставками начал играть и когда было еле резко сильные движения по евро-франку и по доллар-франку ну в общем по всем франкам как раз по скурсам поэтому я перестал смотреть эту пару у нас есть флажок фигура теханализа так то есть вы помните что периодически я показываю такие диапазоны где торговка идет и предлагаю краткосрочные торговые идеи сейчас если по евро-доллару у меня тогда была идея вот на такой вот формации там где лично я взял прочь не знаю как слушатели вот такие штуки обычно срабатывают я думаю не стоит объяснять как их торговать как только выходим с диапазона возникает сигнал в сторону выхода но здесь естественно я никогда не думаю куда будет выход мне это все равно потому что заработать можно в любую сторону если вниз мы идем то это вот сюда куда-то к следующему уровню пробежки вот 97-20 если глядеть вверх куда мы можем пойти вот здесь куча вариантов как можно смотреть опять же график этот не рассматриваем в последнее время ну вот допустим если видите максимум в районе 98.50 то есть для краткосрочной торговой идеи здесь вполне нормальная ситуация можно торговать ширину диапазона вот этого не значит что на форекс если маленький профит в пунктах это плохо если хороший объем у вас то в деньгах это очень хорошо получается ну вот наверное все Игорь что я хотел в принципе сегодня сказать больше ничего интересного там не наблюдаю я просто графики славил сегодня вчера у меня вообще не было в Москве поэтому понятно ясно Дмитрий спасибо большое удачи вам да взаимно до свидания до свидания коллеги с нами был Дмитрий Семенов трейдер компании Калита Финанс Игорь Кирдишов Дмитрий если вы микрофончик выключите наверху сейчас сейчас секундочку Игорь Кирдишов пожалуйста включайте микрофон сейчас все должно сработать камеру микрофон заходите Доброе утро Игорь Доброе утро где вы пропадали мы вас не видели не слышали я в скайпе вчера писал в принципе вам да скажем так релакс был недельный понятно ну это хорошо я травмо был в регике конечно я потому что озвучивал что я был в рубле да вот я думаю это самая лучшая инвестиция была за последний месяц ничего лучше я думаю если кто был в рубле никакой акции там не показал ни Газпром ни Сбербанк ну что значит в рубле вы купили доллар рубль да да вы были в долларе Игорь ну да к счастью моему понятно вот то есть вы приехали а тут вам тазик полный долларов да уже ждет не у меня было под рукой триминал он конечно мобильный не такой удобный вот так следил все равно я пока все закрыл по доллару потому что я ожидаю что по нефти будет коррекция но с Юрием я соглашусь глобально ничего не поменялось абсолютно вот в Китае я слежу за Китаем как всегда пристально их данные они не радуют абсолютно поэтому все равно движение будет нефти вниз по ставкам здесь еще ждут ставки не знаю конечно там повысит да не повысит но дело в том что во всем мире оно конечно не видно но идет медленная такая рецессия это однозначно но пока что держится держится рынке конечно но это не может долго продолжаться плюс ко всему нефть ну вот по Форексу могу сказать нефть она она давит на евро доллар так как низкая цена на нефть она не достигает тех планов ЕЦБ когда они хотели инфляцию они взамен получат дефляцию из-за низкой нефти поэтому у евро доллара не слишком велики шансы на мой взгляд поэтому все как было так остается наш рынок все так же не привлекатель все так же я не скажу что он слишком дешев будет дешевле все так же за неделю абсолютно ничего не изменилось тем более видите вы сегодня сообщили эту новость она в принципе для меня как бы не нова потому что я как бы думал уже об этом что все работает и идет в этом ключе но никакие административные и фискальные меры не помогут для нашей валюты абсолютно поэтому можем скорректироваться там по рублю ну по доллару то есть на 60 возможно возможно 58 я не знаю если что-то там произойдет на ближнем востоке ну вот вот как-то так инвест идеи сейчас нет она одна это фьючерс рубль доллар или спот кому что нравится поэтому ну ждем пока коррекцию да я понял два-три дня ну понятно в общем вы ждете вы ждете пока сами собой взорвутся нефтепроводы где-нибудь в нефтедобывающих странах и тогда цена нефти пойдет немножко ну да либо какой-то там конфликт и килл так я вчера кстати зашел по ртресс зашел без теханализа ну потому что он в данный момент вы сами понимаете что всем рулит нефть а нефть у нас она политическая фигура стала поэтому здесь остается гадать и заходить просто как бы по интуиции я зашел по интуиции я не прогадал что я я думаю что у нас с утра будет направление на север по ртс по рублю мы увидим сегодня не знаю на сколько копейка это укрепление но оно будет в любом случае то есть вы с утра на открытии ждете росты по нефти по ртс и по рублю да по укреплению ну по нефти я не знаю но по рублю жду укрепления однозначно потому что мы в принципе там диапазончик был мы пробили ну а там посмотрим как удержимся не удержимся ясненько понял вас игорь спасибо большое удачи сегодня на рынке вам так же всем так же удачи всем пока спасибо коллеги с нами был игорь кирдишов трейдер а игорь если камеру вверху ага еще выключите игорь кирдишов трейдер и управляющий активами из москвы игорь я пока вас выключу потому что почему-то не хочет ваша камера выключаться она а вы потом перезайдите пожалуйста давно не было игоря кирдишова даже камера не хочет выключаться интересно ну хорошо сейчас все равно это отключится сейчас мы все это поправим ну что рынки скоро открывается у нас давайте посмотрим на экономический календарь сейчас игорь я тогда вас отключу вы пожалуйста перезайдите иногда коллеги приходится отключать спикера если у него не хочет камера в системе отключаться это ничего не значит просто перезаходите и все это просто поправляем систему так вот как звучит хорошо просто поправляем систему да иногда систему надо поправлять но осторожно чтобы система не поправила тебя в 11.30 по экономическим индикатором у нас великобритания индекс деловой активности в секторе услуг важно в 15.15 изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от адп в 15.30 еще будет сальдо торгового баланса за июнь ну скажем так следим за этим индикатором тоже в 17.00 индекс деловой активности в непроизводственном секторе за июль и в 17.30 обращаю внимание ваше запасы сырой нефти все это может повлиять смотрим последний взгляд бросаем на нефть 50 59 маме в моменте что в принципе хорошо рынке открывается всем удачи сегодня до хорошего открытия